Мне вчера понравился твой доклад. Я просто про эти, про возможность использовать не полупростые категории, ну, слышал. Я, правда, никогда так особенно в деталях не интересовался, но слышал. Ну, теперь я вижу, что да. Так а что, а вот на всю эту бесконечность категорию, то есть на нольмерные объекты, на одномерные, ну, как там обычно, до точки дойти. Не получается эти распространить? Ну, видимо, то есть до одномерного тоже можно распространить. Собственно, тоже, собственно, точно так же, как обычный Рештихин Тураев. Его, по-моему, до точки нельзя распространить, а до одномерного можно распространить. Это что, теорема, что до точки нельзя распространить? Это не теорема. По-моему, есть, ну, или там есть какое-то из препятствий. Это связано вот там просто в этих категориях, на самом деле, категории кабардизма чуть более техничные. То есть там есть некоторая, так называемая, аномалия, которая, собственно, и выдает, что я не получаю линейное представление кабардизмов, а только проективное представление. То есть, если у меня есть композиция двух кабардизмов, я в линейных операторах получу то же самое, только с некоторым коэффициентом. И, как бы, этот коэффициент можно посчитать. Ну, это связано с тем, что эта теория, собственно, теория Рештихина Тураева, и вот то, чем мы занимаемся, это фактически такая неполупростая аналог теории Рештихина Тураева. В общем, а сама теория Рештихина Тураева – это, как бы, граница некоторой четырехмерной теории, которая в каком-то смысле тривиальна. Это вот, так называемая, теория, четырехмерной топологической теории поля Крейна и Етера. И вот их как раз-то можно распространить до точки. Хорошо. Я, вот поскольку тут уже много участников, то у нас вот по плану была как раз такая задумана неформальная встреча, чтобы люди могли вопросы позадавать. Или, может быть, вот наш уважаемый лектор Азат мог пояснить что-нибудь. Вот я вижу, что некоторые участники наши сегодня только первый раз к нам пришли, я не знаю. То есть давайте спросим, кто что хочет. Вот Алексей Леша Рослый, я давно его не видел. Леш, ты как хотел бы. Здравствуй. Сейчас, секунду. Да, пардон, я здесь. Ну, да, поскольку я первый раз пришел, я, конечно, у меня нет готовых вопросов. Поэтому я бы, конечно, предпочел что-то послушать, чтобы войти в курс дела. А мы не знаем, как другие. Давайте вот все. Вот, Марк, у вас какие-нибудь есть пожелания? Какие же, как у предыдущего, примерно, человека. Ага, и Валерий вот тоже. Я бы подключил. Здравствуйте. Спасибо вас всех видеть, слышать. Спасибо за лекцию. У меня, на самом деле, есть совершенно конкретные, но дилетантские вопросы. Я бы хотел разобраться с алгебрами Хопфа. Ну и первый вопрос, если никто не возражает, конечно. Вот я слышал, что если мы рассмотрим групповую алгебру, то на ней можно определить алгебру Хопфа. Не могу ли бы пояснить, как вводится к умножению, к единице и так далее? Да, конечно, сейчас. Давайте я, наверное, подключу. Мне будет проще, чем писатель компьютер, потому что в прошлый раз были этинические проблемы. Если я вращаю его планшет, то меня не слышно. Я подключу камеру. И вместо документальных, да, камера для документов. Я буду просто на бумажке что-нибудь читать. Так. Сейчас, как оно, как мне. Сейчас, секунду. Так, вот видно, да? Ага, спасибо. Так, видно, что я пишу, да, например? Твоя группа. Единственное, что тень падает от твоей руки, поэтому ты убирай, когда напишешь. Да, да, да. То есть, слева направо все правильно, да? Потому что у меня оно, то, что я вижу, оно зеркально отображено. Да, часто я хорошо вижу, но мелковато. Может, там напишите, увеличите. Да, сейчас лучше гораздо. Сейчас я тогда перейду на ваш экран. Любая группа, и что такое групповая алгебра на каким-то поле? У меня вот есть групповая алгебра. Это векторное пространство, которое просто равно размеру группы, то есть число групповых элементов. Ну да, то есть базис у него как раз групповые элементы. Да, просто спен, да, по всем групповым элементам. Так что G в группе. Вот. Ну и, соответственно, умножение просто линейное. То есть умножаем как групповые элементы. То есть любой элемент можно разложить в базисе, и, соответственно, умножение понятно. Ну и да, и умножение можно ввести таким образом. Соответственно, я сначала веду умножение на базисных элементах, а затем расшириваю линейно. То есть дельта G, как у нас группа действует на тендерном произведении, просто на каждом факторе действует. Поэтому умножение в этом случае нужно ввести групповое. Дельта G, G тендер G. Вот. И как каждый групповой элемент действует на тендерном представлении, он действует единицей. Сейчас. А вот где лежит вот этот элемент G колесико G? А, да. Этот элемент лежит в тендерном произведении групповой алгебры. А, сейчас я использую. В общем, да. Групповой алгебры. То есть как элемент, это просто тендерное произведение, то есть это тендерное произведение над полем. И как элемент, он вполне себе хорошо определенный элемент здесь. Соответственно, для любого, соответственно, дельта, для любой линейной комбинации, А, И, Т, G, И, то есть это мой произвольный элемент в групповой алгебре. Я просто расширяю его, определяю линейно. Опять сумма, А, Итых, дельта, Ж, Итых. И это получается сумма, А, Итых, Ж, Итая, тендерно, Ж, Итая. Неважно, какой или какой групповой элемент. То есть все групповые элементы имеют одинаковое произведение. То есть, иными словами, мы не на самом векторном пространстве КЖ вводим эту операцию, а мы расширяем, рассматриваем тензорный квадрат, куб и так далее. Правильно я понимаю? Сейчас еще раз. Операция, то есть да, дельта должно быть алгебраическое отображение. То есть надо просто проверить. Вот я задал правило на любом элементе. И нужно, конечно, убедиться, что вот эта дельта задает гомоморфизм алгебр. В первую очередь. Ну, плюс она, в которой проверят еще другие аксиомы, но в первую очередь должен быть гомоморфизм алгебр в алгебру, которая из тендерного произведения этих алгебр. Это тоже алгебра со стандартным умножением в тендерной алгебре. Ну да, это-то я понимаю. То есть все-таки мы должны расширить вот это векторное пространство, взять его тендерный квадрат и так далее. Если там хотим 3 перемножать, куб. Да, вот, например, нужно проверить, например, коассоциативность. Например, если мы хотим проверить коассоциативность, что равняется ли это вот этому. То есть результат вот этой операции, этой операции будет уже выжать в кубе тендерном. Потому что я от любого элемента возьму дельта, и потом на первую ногу, то есть на первую компоненту, будет действовать дельтой. Или сначала возьму то же самое дельта и буду действовать на вторую компоненту дельтой. И для любых элементов импетаты должны быть одинаковы. В данном случае это очевидно, просто поскольку то, что называется ко-произведение, симметрично. То есть если немного подумать, то, в принципе, очевидно, что коассоциативность здесь очевидна. Да. Ну и другая важная аксиома связана с этим, что ко-единица, то, как я ее ввел, должна удовлетворять такому. Дельта от любого элемента g равняется просто g. ко-единица – это отображение из групповой алгебры над моим полем. Там внизу уже не видно. А, сейчас, сейчас, да-да-да, я. Да. То есть проверить то, что ко-умножение – это гоморфизм алгебры, это довольно элементарно. То, что он коассоциативно, тоже легко. Другая аксиома – аксиома тендерной единицы. То есть то, что ε издает этот гоморфизм тоже алгебр из алгебры КЖ в одномерную тривиальную алгебру, то есть в смысле есть только единица. Собственно, это отображение издает, как элементы моей алгебры действуют на тривиальном представлении, на тривиальном векторном, на одномерном векторном представлении. Чтобы это было действительно тендерной единицей, мне нужно проверить такую вещь. Ну и, собственно, это элементарно, поскольку ε-тензор-айдентити единица на ΔG – это G-тензор-G, а ε от G – это 1, то это получается G. Ну и другой элемент, конечно, то, что важно, и я повторяю всегда, тендерная структура – это хорошо, но гораздо реже бывает тендерная структура с двойственностью. И вот алгебра Хопфа, ну, в частном случае групп, обладает двойственностью. Это антипод. И антипод – это должно быть антигоморфизм алгебры, то есть из алгебры в себя в данном случае. И это просто взятие обратного элемента. И можно проверить, что это, конечно же, антигоморфизм групповой алгебры, потому что взятие обратного. И есть аксиом антипода. Аксиом антипода – это то, что S-тензор на identity на ΔG от любого элемента вообще должно быть ε от G на единицу в алгебре. И, собственно, это тоже легко проверить, поскольку что получается тут? S от G, то есть это получается G-инверс умножить на G – это единица. А ε на G всегда единица. Да, это всем нужна для того, чтобы существовала эволюэйшн к эволюэйшн фактически. То есть это как бы то, что в тот факт, что я могу использовать какой-то антиавтоморфизм, я могу задавать как бы контраградиентные представления, но они еще не факт, что будут двойственными. Чтобы существовала эволюэйшн к эволюэйшн, должна выполняться эта аксиома. Она, собственно, выполняется. И таким образом, да, как мы знаем, то есть категория представлений любой группы – это тендерная категория с двойственностью. Ну, это самые такие простые. Другой простой случай – это не группа алгебры Ли. И в случае алгебры Ли, тоже классический вариант, в случае алгебры Ли у меня для любого элемента из алгебры Ли умножение оно будет Лиевское. Тоже такое симметричное, но только в другом смысле. То есть, как любая алгебра Ли, как мы знаем, как она действует на тендерном произведении двух ее представлений. Путем вот такой суммы таких вот операторов. Сначала на одном факторе, потом на другом. И все аксиомы… А, ну да, и, соответственно, здесь уже ε на g будет равно нулю. Антипод от g будет минус g. Можно проверить тоже все эти аксиомы для алгебры Хоффа. Это вот два таких стандартных примера. То, что называется ко-коммутативные. Они не очень интересные в том плане, что у них как бы тривиальная р-матрица. То есть, структура брендинга нам нужна. А интересный случай – это квантовые группы, про которые я упоминал. А, простите, а что означает ко-коммутативность? А, ко-коммутативность означает… Да, у алгебры Хоффа всегда есть двойственная. То есть, двойственная к алгебре Хоффа тоже будет иметь структуру алгебры Хоффа. И ко-коммутативность означает, что двойственная алгебра коммутативна. А это то же самое, что дельта равняется дельта-оппозит. То есть, когда я два тезерных фактора переставлю, получается то же самое. Это называется кокомутативностью. Это означает, что... Ну, собственно, мы это видим. В групповом случае, в случае алгебры Ли, такое произведение симметрично. Это означает, что если взять двойственное пространство и умножение будет в двойственной алгебре, выражаться через коумножение в моей алгебре Хопфа. И вот то, что дельта равняется дельта-оппозит, противоположному дельту, это переводится в тот факт, что в двойственной алгебре умножение будет коммутативным. Вот. То есть, да, это примеры, такие примеры кокоммутативных алгебр Хопфа. А вот для групповой-то алгебры как определяется вот эта оппозит-алгебра? Как вы себя представляете? Да, это будет алгебра функций на группе. А, это алгебра функций. Да, да, алгебра функций на группе, да. И они будут коммутативные, то есть, да. Я могу в общем случае сказать, что двойственное H, вот, и допустим, у меня есть элементы F и G, то есть линейные формы на моей алгебре Хопфа. И тогда умножение, F умножение на G от какого-то элемента X из моей алгебры Хопфа, я определяю, как, я беру F tensor G и вставляю delta X. Да, то есть delta от X будет теперь в H tensor H, и F tensor G съедает H tensor H. И получается какой-то элемент скаляр. Вот, так задается умножение. То есть, таким образом, для любого элемента я определяю их поточечно, да. То есть, для двух функций я определяю новую функцию их умножения поточечно через коумножение в том месте, где лежит X. То есть, в самой алгебре Хопфа, по сути, есть коумножение. А ко-произведение для каждого F теперь ко-произведение должно лежать в H tensor H, H tensor H, H tensor H, H tensor H tensor H. Тут как бы тонкость, если H конечная, то есть изоморфизм H tensor H tensor H tensor, это как H tensor H и tensor H, но это только в конечномерном случае. Тогда можно определить коумножение и, то есть, дельта от F я рассматриваю как элемент, живущий от линейной формы на H tensor H. Тогда на X tensor H, то есть, мне надо определить его поточечно на X tensor H, и я определяю его как F от X умножить на Y. Это сделает коумножение. В частности, если исходная алгебра была коммутативная, то двойственная будет ко-коммутативная. И отсюда мы видим, если исходная алгебра была ко-коммутативная, то двойственная будет коммутативная, потому что, когда он может GF в другом порядке, у меня тут появится delta opposite, то есть F tensor G, но дельта противоположная. Если delta равняется delta противоположному, то из этого определения видно, что получается коммутативная алгебра. В групповом случае это просто алгебра функции на группе, и у нее есть, то есть она коммутативная, и у нее есть своя структура, у нее есть свое коумножение. Но коумножение уже не будет коммутативным, если группа не абелева. То есть коумножение уже не будет симметричным, оно будет каким-то нетривиальным. То есть алгебра функции умеет действовать на тензорных произведениях своих представлений. Спасибо. Можно задать такой общий вопрос? Вы, наверное, знаете Манжида из Квинн-Мэрии в Лондоне, да? Знаете? Вы можете примерно объяснить, чем он занимается, как это относится к тому, чем занимаетесь вы? А, напрямую, да, относится. Вот в чем тут состоят связи, и вообще, что он в последнее время делает? Ну, в последнее время я не знаю, что он делает. То есть он был более активный, то есть его основополагающая работа, по крайней мере, которую я использую, это в 90-е годы. Маджид работал в теории квантовых групп. То есть как бы он занимался разными вещами, конечно. Он и алгебрами, вот есть алгебра Хопфа, есть квази-алгебра Хопфа. То есть его одно из основных достижений это определение так называемого дубля Дринфельда для квази-алгебр Хопфа. Давайте одну вещь скажу, наверное. Он был, собственно, инициатором такой вот идеи. На прошлой лекции, ну вот сейчас мы обсуждали алгебру Хопфа. Вот в той науке, которую я рассказываю, будет очень важен такой концепт, это концепт алгебры Хопфа, ну или вообще алгебры в любой категории. То есть алгебра в любой сплетенной категории. Ну и даже алгебра Хопфа. То есть как бы это прыжок в другой мир, как бы. Все, что мы сейчас обсуждали из стандартной квантовой группы, это алгебры Хопфа, ну или алгебры, алгебры Хопфа, живущие в категории векторных пространств. То есть как бы живущие в такой стандартной вселенной векторных пространств. А можно рассматривать алгебры Хопфа в любой более сложной категории с сплетением. То есть в алгебре векторных пространств, в категории векторных пространств структура сплетения, то есть представление группы КОС для представления, то есть в случае векторных пространств, я могу переставлять мои пространства так, что это будет как бы мартизмом в категории, выражаясь формально. В случае векторных пространств это просто обычная перестановка. То есть элемент из V, tensor, W, мы отправляем в W, tensor, W. То есть это как бы линейная операция. И все. Но можно смотреть более сложные сплетенные категории. Например, вот я упоминал не несколько, но классические, самые такие сплетенные категории, например, из квантовых групп. То есть квантовые группы дают нам нетривиальные сплетенные категории. Давайте я, может быть, скажу еще простейший пример, может быть, следующий шаг менее тривиальный. Давайте я постепенно, пока квантовые группы забудем, давайте я скажу, например, другую, возьмем тензорную категорию, которая с сплетением, это супервекторные пространства. То есть или категория с градуировками. Но именно вот супервекторные пространства. В данном случае у меня есть объекты, у меня есть векторные пространства, которые чисто бозонные, бозонные и чисто фермионные. И то, что называется сплетением, уже будет не просто перестановка, а перестановка будет со знаком. То есть V тензор W перейдет в минус 1. Ну и тут, в зависимости от того, какая за два градуировка у этих элементов, W, тензор W. То есть будет знак перестановки. И концепт алгебры или алгебры Хопфа в супервекторных пространствах, это то же самое, что обычные алгебры. алгебра, то, что я назову алгебру в S-вект, это то же самое, что супералгебра. То, что мы обычно называем супералгеброй. То есть Z2-градуированная алгебра. И алгебра Хопфа в категории супервекторных пространств это будет супералгебра Хопфа. Подними, пожалуйста, лист. Спасибо. Супералгебра Хопфа. То есть, что это значит? Это означает, что алгебра градуированная, но умножение к умножению должны быть четными отображениями. То есть они должны сохранять градуировку. А можно, то есть, скажем... Да, то есть как бы супералгебра, я думаю, довольно понятна. Давайте я возьму другое. Вообще говоря, абстрактно, в любой категории, но как бы структура брейдинга может быть более сложной. Давайте, может быть, поговорим про сплетенную категорию больше. То есть можно осматривать, например, следующий шаг после супервекторных пространств это векторное пространство градуированной группой какой-то. Давайте рассмотрим абелевую группу. Векторное пространство просто градуированное абелевой группой и можно ввести нетривиальную структуру сплетенной категории. Для этого нужно... То есть сейчас в стандартных градуированных векторных пространствах у меня простые объекты... То есть это полупростая категория и простые объекты тут у меня будут... Я их буду называть VA, где A какой-то элемент из группы G. То есть это одномерное колинейное векторное пространство, но отвечающие градуровке A какому-то элементу группы G. И тогда тензорное произведение определяется таким образом. VA тензор... То есть точнее так. VA, V, B. В паре простых объектов я задаю другое электром пространство, которое просто A плюс B. Ну, у меня... Ну, давайте я A, B напишу. В общем, я искал G, Абелева, поэтому я буду писать в оберенном смысле. То есть да, это, собственно, есть мое определение, что такое VA тензор VB. VA тензор VB это новые объекты, которые VA плюс B. И можно проверить, что... в данном случае в данном случае у меня... Да. Легко проверить, что тензорное произведение ассоциативно. Просто в комплектных пространствах на самом деле. И брейдинг я определяю тут стандартный. То есть VA тензор VB это буквально VB тензор VA. Ну, давайте буквально писать не очень хорошо. То есть это некий изоморфизм такой, что вектор отсюда и вектор отсюда переходит буквально флип. W, тензор V. То есть это не совсем пример, не совсем аналог. Это совсем не аналог векторных пространств. Но я сейчас как бы веду сюда здесь дополнительную структуру. Для любой группы G мы можем рассмотреть 3К-цикл. То есть давайте возьмем... Я буду использовать Омега. Давайте я возьму элемент 3К гомологии в тривиальной группе. Ну или давайте V1 или как мне это назвать. В общем, в тривиальной группе. В общем, да, я рассматриваю 3К-цикл. К примеру, в случае G равное Z2, то есть Z по модулю 2Z, HH3 изоморфно Z2. То есть мой 3К-цикл на всех элементах и GK группы Z2 будет равен единице, кроме Омега 1, 1, 1 равняется плюс или минус 1. То есть это, собственно, вот у меня есть тривиальный к-цикл, который всем элементам тройки элементов из Z2 ставит единице и другой К-цикл, который нетривиальный, который ставит для одной комбинации 1, 1, 1 минус 1 ставит. Тогда можно ввести категорию городовинных пространств, которая как бы скручена таким К-циклом. В данном случае мы поменяем ассоциативность. То есть VA tensor VB tensor VC мы умножаем в одном порядке, можно умножить их в другом порядке VB tensor VC. И, соответственно, элементы V, W, U отображаются, то есть как векторное пространство, это все одно и то же. V, A плюс B плюс C в городировке. Но как элементы я буду отображать этот элемент. Соответственно, тут будет некоторое число, которое зависит, то есть я, поскольку А, извините, да, то есть это я определяю по элементам из однородных пространств. То есть сейчас V, W, U будет отображаться в омега, A, B, C и тут V, tensor W, tensor U. Вот так вот. То есть будет число. если к циклу тривиальный, то это стандартный ассоциатор объективных пространств. Если к циклу нетривиальный, то это будет уже какой-то нетривиальный. То есть тендеропроизведение все равно ассоциативно, но ассоциатор нетривиальный. И следующий шаг это как бы кручение такой категории так называемым Абелевым к циклам. То есть любая Абелева группа имеет пространство Абелевых 3к циклов. Это пара 2к цикла и 3к цикла. То есть опять омега это у меня было это было отображение G, G, G в ну давайте я буду писать в У1 так проще. А сигма у меня будет отображение это 2к цикл. В У1 ну это 3к цикл а сигма 2к цикл ну это как бы сигма и омега пара они из из то что называется H3 Абелева для группы G. так называемая группа Абелевых 3к циклов. Это сама по себе Абелевая группа. Там есть аксиомы которые пропущу. То есть аксиомы такие что омега стандартный 3к цикл сигма и омега удовлетворяют еще некоторому уравнению чтобы быть Абелевым 3к циклом. Это вот такие пары. Вот и пример в случае например H3 Абелева для Z2 это уже будет Z4 то есть группа Абелевых 3к циклов для Z2 это не Z2 а Z4 ну и соответственно омега такое же плюс-минус 1 а сигма в зависимости от ИЖ оно будет везде единица кроме сигма 1 1 оно ставит Z где Z в четвертой равно 1 то есть элементу 1 1 2к цикл ставит четвертый корень единицы вот у меня вот такая вот таких вот 4 разных цикла утверждение что категории векторных пространств вот подкручены такими к циклами это вот самый простейший пример нетривиальной сплетенной категории сплетеная тензорная категория соответственно брейдинг или сплетение я также определяю на однородных элементах соответственно элемент в тензор w который находится в градировке w в градировке b отображается посредством этого изоморфизма моего брейдинга сигма от а запятая b и дальше флип w тензор в отличие от веков пространств пример с вект супер вектор пространства в этом случае это можно про это думать как вект z2 но с нетривиальным к циклам сигма омега тривиальная поскольку с вект у нас ассоциатор тривиальный но сигма нетривиальная и сигма как раз такое что сигма один один равняется минус один свет супер векторное пространство это частный случай градуирования пространства с выводом трикоцикла но группы могут быть любые большие и с нетривиальным трикоциклом и собственно один это стандарт один из самых простых примеров спутенных категорий собственно маджид в каком-то смысле описал квантовые группы как квантовые группы они когда они живут в векторных пространствах они не кокомутативные вот то что мы видели то есть это деформация стандартных стандартного коммутативного коумножения квантовая группа не кокомутативных но подходящим образом подобранные сплетенные категории их можно реализовать как кокомутативные алгебры Хопфа но живущие в нетривиальной категории с некоторым брейдингом давайте я дам определение общее определение алгебры Хопфа в сплетенной категории то есть для нас С может быть любая сплетеная категория к примеру вот в случае градуированного градурируемых векторных пространств с трикоциклом. Я рассматриваю объект А, и объект А я называю алгеброй. Алгебра, если у меня имеется два отображения. То есть С у меня сплетенная для начала тензорная категория просто. Требуется морфизм в категории из А, тензор А, в А. То есть А пока просто объект, как, например, градуированное векторное пространство. И то, что я называю теперь алгеброй, поскольку объект это категория тендерная, я могу умножить А на А, используя тендерную структуру в моей категории. Это будет новый объект. И я требую существования μ, как бы точно называю умножением, морфизм из А, тендер А в А, но такой, что удовлетворяется ассоциативность. То есть μ, как мне сейчас умножить это лучше, μ, тендер, identity, единица, композиция с μ, это будет единица, тендер, μ, композиция с μ. Плюс должно существовать отображение единицы. Называется ita. То есть в тендерной категории есть тендерная единица. И я требую отображения в А. Существование отображения А плюс стандартные аксиомы тендерной единицы. То есть если объект такой существует с такими двумя отображениями и стандартными свойствами из алгебры, только теперь это отношение мархизма в категории, то есть уравнение на мархизм из категории, то такой объект называется алгеброй. Зачем нужна сплетенная категория? Потому что… А, сейчас еще раз. Да, для обретения алгебры, алгебра может жить в любой тендерной категории, не обязательно сплетение. Но в случае алгебры Хопфа, помните, что к умножению это гомоморфизм алгебр из А в А тендер А. То есть мне нужно осмыслить объект А тендер А как алгебру. Ну как я умножаю А тендер А в алгебре? То есть давайте я веду графическое определение умножения. То есть у меня есть алгебра А, и умножение я буду использовать вот таким вот образом. То есть это графическое определение умножения. Да, то есть такой вот диаграммой А сливается в А. В векторных пространствах… Давайте я… Какое будет… Если у меня есть умножение на А, умножение на А тендер А определяется такой диаграммой. Вот у меня есть А тендер А, и тут опять А тендер А. В обычном мире, в обычных пространствах я бы умножил по компонентам. По компонентам. Но что это означает? Это означает, что надо третью компоненту переставить со второй. Для этого в категории должен быть брейдинг. То есть я переставляю третью со второй, и потом их умножаю. А то, что переставилась вторая, умножается с четвертой. Таким образом, я ввожу умножение… Таким образом, объект А тендер А… Если А есть алгебра, то А тендер А имеет структуру тоже алгебры. Это можно проверить. И оно определяется вот такой диаграммой. Но тут используется брейдинг, что важно. В случае в ректорных пространствах это была обычная перестановка. А в общих категориях, которые мы обсуждали только что, с тривиальными кодциклами, брейдинг может быть нетривиальный. И нужно его, соответственно, использовать. И тогда можно ввести понятие алгебры Хопфа. Поскольку… То есть точно так же, как до этого мы ввели. То есть это алгебра в категории с новой операцией, которая называется коумножение. Должен быть морфизм в категории из алгебры в А в А тендер А. Который удовлетворяет некоторым аксиомам. То есть что такое аксиома для коумножения? В стандартном мире векторных пространствах это дельта от А, В, дельта от А, дельта А, В. В случае общих тендер исключительных категорий, давайте я введу обозначение для коумножения. Из А… То есть это перевернутый диаграмм умножения. То есть из А я произвожу две копии А. То есть это просто условное обозначение для отображения из А в А тендер А. Тогда что значит А умножить на Б? То есть я стартую с двух элементов А. Сначала их умножаю, а потом беру ко-произведение. Это должно быть то же самое, что я сначала взял ко-произведение, а потом умножил элементы в тендерной алгебре. А как умножаем тендерную алгебру? Используя брейдинг. То есть теперь аксиома не просто флип, а нужно использовать брейдинг. И потом уже только их умножить. То есть в категории, то есть это морфизм, это элемент, вот эта диаграмма, это некий морфизм, это элемент из векторного пространства. Хом А, А тендер А в А тендер А. То есть это соотношение, это есть соотношение наморфизмы, которые есть просто элементы векторных пространств. То есть морфизмы мы можем сравнивать. Ну и плюс антипод. Аналогично для антипода. То есть отличие только в том, что аксиом выглядит точно так же, как обычные алгебры. Единственное, что всякий момент, когда надо переставить компоненты векторных, тендерные компоненты, я использую брейдинг. То есть если переписывать все в векторных пространствах, например, то там появятся какие-то компоненты Р-матрицы. И, собственно, если так сказать совсем упрощенно, основным достижением Маджида было, собственно, вот этот концепт, то, что алгебра Хопфа и вообще теория представлений может жить и в каких-то других нетривиальных категориях, это оказалось очень важным наблюдением. И он, собственно, реализовал квантовые группы как кокомутативные алгебры Хопфа, но с нетривиальным брейдингом на вот этих градуированных векторных пространствах. То есть квантовые группы. То есть сейчас давайте я, может быть, открою слайд. Так, да, это вот было то, что вот из прошлых. Сейчас, так там, а из прошлых, секундочку. Канде слайды видно теперь, да? Вот, например, квантовых групп. Тут маленьких квантовых групп. Тут есть такие вот соотношения. То есть видите, как бы, во-первых, как аммотируют СЭФ, то есть можно эту квантовую группу переписать, и у них кокоммножение не кокоммутативно, но несимметрично, если переставить первый компонент со второй. Эту квантовую группу, на самом деле, можно переписать, как она не будет коммутативной, но ее можно переписать только в серебряных, как бы, Е и Ф. То есть картана, от картана можно избавиться, рассматривая категорию, видите, соотношение картан, К, 2, П, Т равно 1. То есть рассматривать категорию градуированных векторных пространств группой порядка 2П, то есть группа порождена самим К, но с нетривиальным брейдингом, с нетривиальным абелевым трикоциклом, вот такая вот сплетенная, полупростая, но сплетенная тензорная категория, но с тривиальным ассоциатором. И тогда эту квантовую группу можно реализовать как, фактически, грубо говоря, как некоторую алгебру Ли или коммутативную алгебру Хопфа, где произведение будет симметричным, как в стандартных алгебрах Ли. А можно задать еще один очень общий вопрос? Такой неконкретный, очень общий. Вот я видел в совсем недавних работах по сверхпроводимости, про Михрия Абрикосова, там активно используется брейд-групп. Да. Систематически появляется. Вот есть ли у вас понимание того, какие типичные вопросы могут быть поставлены про брейд-группу с точки зрения вот теоретической физики, интересные вопросы, и как они вообще связаны с тем материалом, которые обсуждаются. Какие характерные вопросы про брейд-групп могут возникать с точки зрения сверхпроводимости вообще теоретической физики? Ну, про сверхпроводимость я ничего не знаю особо. Теоретическая физика – понятие обширное. То есть, ну, например… Например, есть ряд за… Моя камера пока не видно, да? А, сейчас у меня видео пропало. На этом можно смотреть по-разному. То есть, если, например, интересные задачи, такие скорее квантомеханической природы, так называемые квантовые спины в цепочке. То есть, например, я могу рассматривать пространство спинов, умножаются два несколько раз. Ну, или какие-то более сложные пространства можно умножать, то есть, дальше размерности. И имеется ряд задач, в которых гамильтанианы… Ну, то есть, что такое спиновая цепочка? То есть, у меня должны быть какие-то внутренние степени свободы. Например, она там длинная. И на каждом узле у меня есть какая-то внутренняя степень свободы. В данном случае это просто спин – вверх или вниз. И есть очень много задач, где гамильтанианы… То есть, мне же нужно задать эволюцию. Для этого мне нужно задать гамильтаниан. H. И гамильтаниан, оказывается… То есть, есть очень много интересных задач, которые связаны тоже с физикой твердого тела. Но они могут быть переформулированы в терминах вот таких вот спиновых цепочек и определенных гамильтанианов. Где гамильтанианы являются представлениями группы КОС. То есть, гамильтанианы у меня будут ближайшего порядка. То есть, это будет сумма некоторых операторов, которые действуют на соседних узлах. То есть, если у меня есть узел I, I и I плюс 1. То есть, например, я могу эту цепочку расширить. У меня тут I-ты узел. Тензор на C квадрат. I плюс 1. Ну и дальше. И вот так вот их N штук. Я интересуюсь некоторой спектральной проблемой некоторого гамильтаниана. И многие задачи, например, из статфизики, модели Изинга и, например, шестивершинной модели, они возникают как раз описываться вот такого с ортой гамильтанианами. То есть, это сумма неких операторов, которые действуют только локально. И сами эти операторы есть некоторое представление группы КОС. Ро, сигма, И. Где сигма, И принадлежит обычной артиновской группе КОС. В данном случае B, N, где N – это как раз число узлов. И Ро в данном случае рассматривается как гамильтаниан, то есть представление группы КОС в линейные операторы в этом пространстве C2 тензорно N. То есть много интересных гамильтанианов и физических систем реализуются таким вот образом через локальные гамильтанианы, которые, в свою очередь, есть представление генераторов группы КОС. Ну, стандартный пример. Например, модель свободных хермионов, так называемая модель XX, из интегрируемых систем. В данном случае Ро будет описываться представлением группы КОС в терминах так называемой алгебры Темперлиба при параметре фугаси, равном нулю. Я могу подробнее сказать, но в общем, свободные фермионы, модель на решетке свободных фермионов, можно описать определенным представлением группы КОС. И на самом деле нетривиальная задача стоит в диагонализации, то есть нахождении спектра таких гамильтанианов, которые есть просто сумма по представлениям генераторов группы КОС. Простейшая задача в случае свободных фермионов эта проблема решается аналитически. А вообще для более общих, то есть когда дельта не равняется нулю, например, так называемой модель XXZ, эта проблема очень сложная, она аналитически до конца не решается. То есть спектр можно найти в случае решения некоторых трансцендентных уравнений, так называемых уравнений беты. То есть то, чем я, то есть той частью, то есть это не совсем связано с той, чем я рассказывал вчера. Это как бы задача интересной статфизики, теории представлений разных алгебр, в том числе алгебры группы КОС. И тут точнее надо брать групповую алгебру группы КОС. Как бы интересная задача, конечно, в диагонализации таких гамильтанианов, которые строятся таким очень простым образом, просто сумма по всем генераторам группы КОС и в определенном представлении. Может быть, вам интересно, что Темперли умер не так давно, может быть, года три назад, ему было 102 года. Кому? Темперли умер, он не так давно. Да, конечно. Где-то года три он умер. Да, 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 это я слышал, да. Это одна из моих любимых алгебр, алгебра Темперли-либа. Ну, есть, конечно, более сложные цепочки, то есть есть очень много разных представлений группы КОС. Но вот что интересно, есть особенность в камере из статфизики, то есть я ничего не могу сказать про суперпроводимость, но вот из статфизики есть очень много интересных задач, которые действительно очень тесно связаны с представлением групп КОС. Ну, и вот с диагонали нахождение спектра таких вот операторов. Ну, непонятно, как вот этот ваш алгебрический формализм может помочь потенциальному нахождению спектра этих операторов. Это довольно туманно. А какой алгебрический формализм? Ну, как... Ну, вначале вы говорили о модели вообще классической физической физики, к которым это вообще отношение не имеет. Потом вы стали говорить о моделях квантовой софизики, к которым отношение это имеет. Но, значит, непонятно, как понимание или формализм групп КОС может помочь в изучении спектра таких операторов. Ну, да, он может помочь следующим образом. Это связано с двойственностью. То есть удивительно, интересным образом, что во многих представлениях, как, например, вот в этом представлении C2-тензор на N, если рассматриваю алгебру, которая коммутирует с представлением группы КОС. В данном случае, про который я имею в виду, как в реализации алгебрами Темпер-Либа, это будет представление, давайте я назову другой буквой, не РОАПСИ, квантовой СЛ2. То есть алгебра, которая централизует представление алгебры КОС, то есть коммутант, это и есть представление алгебры ХОПФА, в которой вот есть вот эта квантовая СЛ2, которую мы только что смотрели на нее. И, собственно, как действует эта квантовая СЛ2? Она действует, собственно, к умножениям. То есть именно вот в этом же пространстве, где группа КОС действует на соседних узлах, а алгебра ХОПФА действует, нужно брать n-1 кратное к умножению. То есть, используя коумножение, мои квантовые СЛ2, у всех генераторов я беру n-1 кратное коумножение, это дает действие всех моих генераторов на этом тензорном произведении большом, и они порождают всю алгебру, максимальную алгебру, которая коммутирует с представлениями группы КОС. И это уже редуцирует задачу поиска спектра. То есть, чтобы найти спектр, нужно просто, потому что, например, искать на всем пространстве, который растет как 2 в степени n, это очень сложная задача. А ее можно редуцировать, используя эту симметрию алгебра ХОПФА, ее можно редуцировать, нужно просто диагнозировать гамильтанья на пространстве старших векторов квантовой группы. А это сильно меньшее пространство. Поэтому уже с точки зрения это практично, потому что мы эту проблему редуцируем к более простой проблеме. То есть, по крайней мере, диагнозация на сильно меньшее пространство. Другая специфика интересная, что для ряда задач, особенно из интересных задач статфизики, например, дельта равна нулю, или, например, есть определенные проблемы в задаче перколяции, которые можно отобразить, некоторые проблемы в задаче перколяции может отобразить на спектральную проблему гамильтаньяна, например, дельта равно 1. В общем, есть ряд интересных задач, которые связаны со специальным значением и параметра дельта, что в терминах этого параметра Q означает выбора корня из единицы. Собственно, то, что я как раз и обсуждаю. Интересные задачи статфизики всегда связаны с симметрией, которая является некоторой квантовой группой алгебры Хопфа, но которая не полупростая, у которой параметр Q сидит в корне из единицы. И эта алгебра Хопфа является не полупростой. Интересной задачей является, когда мы изучаем пределы N бесконечности, задачей интересной является действие не самого гамильтаньяна, а даже просто действие самих генераторов группы КОС. И это оказывается довольно сложной задачей, но в силу того, что есть такая двойственность с квантовой группой, ее гораздо проще решать на уровне квантовых групп, поскольку их теория представления гораздо проще изучать. В общем, используя двойственность, во многих интересных задачах, где на цепочках реализуются действия группы КОС, их двойственными алгебрами оказывается представление некоторых алгебр Хопфа. И они помогают, на самом деле, помогают понять теоретико-представленческую часть из-за двойственности. То есть, зная разложение, грубо говоря, разложение цепочки на неразложимые, но приводимые представления по отношению к квантовой группе, это гораздо более простая задача. И из-за двойственности можно тогда сказать, как устроено все это тензорное представление как модуль над группой КОС. Поскольку в корне из единицы, это, как правило, с точки зрения группы КОС, это довольно сложная задача, поскольку там теория цепочкования оказывается не полупростой, ее удобнее решать сначала для соответствующей двойственной алгебры, которая является алгеброй Хопфа. В общем, простой ответ такой, что двойственными алгебрами часто являются алгебры Хопфа, поэтому они, мне кажется, и полезны очень. А вот такой еще вопрос, связанный с представлением вот этой групповой алгебры в алгебру Темпер-Лейбер. Когда-то я слышал, что стоял открытый вопрос, будет ли это представление точным или нет. Вы что-то можете сказать по этому поводу? Нет, сейчас, да. Тут есть разные вещи. Есть про точность, наверное, группы или точность как представление групповой алгебры. То есть, конечно, здесь большое ядро. Нет, группу, я спрашиваю. А, про группу. То есть мы определяем-то вот это. Нет, вот алгебру Темпер-Лейбер мы определяем на всей групповой алгебре, а теперь ограничиваем на группу только. Вот можно сказать что-то про ядро? Сейчас, да, еще раз. Темпер-Лейб у нас это ассоциативная алгебра, это не группа. И она из представления групповой алгебры. Тут, конечно, гигантское ядро. Потому что Темпер-Лейб – конечномерная алгебра. Да. А теперь ограничили на группу Кос саму. Да, и смотрим, какие там элементы. Да, только групповые элементы в алгебре Темпер-Лейба смотрим. Да. Да, будет ли это точным представлением группы? Да. Сейчас. По-моему, в этом случае Темпер-Лейба, по-моему, нет, но есть другие представления. Сейчас. Нет, ну вот для алгебры Гекки там точная. Это известно. А, для алгебры Гекки точная, да? Джойс, ага, этим и пользовался. А вот, насколько я помню, да чуть ли не сам Джойс ставил вопрос о точности вот в эту Темпер-Лейба. Ну да, это фактор алгебры Гекки, да. Да, да. То есть в алгебру Гекки-то там все точно, а вот здесь фактор. Сейчас, ну, да. Ну да, сейчас, групповой элемент Сигма будет отображаться в комбинацию Темпер-Лейбовского элемента плюс один. Ну, там какой-то Q плюс Q минус один. Вот что-то в таком духе. То есть это вот Сигма ИТ коса отобразится в такую комбинацию. Да. Ну, будет ли она иметь... Ну, вообще говоря, такая штука имеет конечный спектр, конечно. То есть как-то... А, ну да, нет, конечно, будет соотношение на Сигма ИТ, но соотношение оно будет в групповой алгебре. Не, ну, просто группу КОС вы можете забыть про групповую алгебру. Не, не, да, нет. Я хотел увидеть, есть ли какой-то, например, конечный порядок Сигма ИТ? Не, ну как? Нету. Есть, конечно, минимальный полином, но это групповой алгебре. А в самой группе так не видно. Не видно, не видно. Когда я буду умножать степень, тут, конечно, оно будет расти. Нет, для КОС в общем положении Сигма ИТ вроде бы бесконечного порядка. Да. Как Сигма ИТ? Сигма ИТ бесконечного порядка. Я и говорю, я говорю. И в самой алгебре Темперлиба оно тоже будет бесконечного порядка. Ну да. Вот. На самом-то Сигма и понятно, что... Ну, скорее всего, я думаю, что на группе КОС Б3 это представление точно, а вот для выше Б4... А может быть, да, 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 да. Да. Нет. У меня было то есть как-то из другого разрозненного знания, да, что вот конкретно это представление Темперлиба, что оно неточное. Почему оно неточное? Тут я сейчас так-так-так-так не вижу. Но, скорее всего, оно неточное, да. Скорее всего, нужна алгебра гепи вся, да. Но все-таки неточное вы говорите про групповую алгебру. Не-не-не, про группу имел в виду. Групповая алгебра, конечно, очевидно, то есть что оно неточное. Поскольку это, конечно, мирная алгебра, про групповую алгебру это очевидно. Я думаю именно что про группу, что представление в алгебре Темперлиба, вот именно вот в такой алгебре Темперлиба, я думаю, что оно неточное. Ого! Ну, для каких? То есть там же принципиально разные группы на трех нити? Разные, разные, да. Ну, вот этим вопросом я больше занимаюсь алгебрами, то есть собственно точностью представления групп КУС такой проблемой я не сдавался. Поэтому я говорю, что насчет точности групп потому что разные люди я слышал, они интересовались проблемой, да, точности представления групп в более сложных представлениях, в корнях единиц, например, по этой корни из единицы брать и брать померные пространства и так несколько раз. То есть это гораздо большее представление. и оно реализуется не только алгеброй Темперлиба на самом деле, а вот группа КОС на самом деле даже скорее некоторую алгебру Бирмана Венцеля Мураками покрывает. И вот там она, по-моему, является точным. Я где-то помню утверждение. То есть я сам над этим не работал, я покажу то, что купил, за то и продаю. В больших представлениях, которые реализуются алгебрами Бирмана Венцеля Мураками, представление из того, что я могу, конечно, это уточнить, является точным. Мне кажется, Темперлиба просто недостаточно. То есть в алгебре Бирмана Мураками точное представление. Ладно, спасибо. Мураками Вася, ты тут? Вася мне написал, что он сейчас на встрече с Аркадием и Борей. Да, у меня сейчас будет скоро другой зум встречи. Если нет вопросов, то мы можем закончить. у меня вопрос. Здравствуйте. А вы не могли бы указать какую-то ссылку или какой-то источник, вот вы говорили про эти абелевы к-циклы, где там два к-цикла и три к-цикла. Там между ними условия есть, то есть там есть два к-цикла и они как-то сплетены между собой. Да, они сплетены, это я могу как бы идею рассказать, как они сплетены, то есть там трюк состоит в том, чтобы итоговая категория была тендерной, а в тендерной категории есть уравнение шестигольника. Вот. И уравнение шестигольника устроено таким образом, ну давайте возьмем а, я тендерный, давайте значок тендерного произведения пропущу, я умножаю объекты а, b и c. Так, сейчас посмотрю, правильно ли я взял число, да. Что я могу? Я могу их, да, мы теперь переведем в другой порядок, то есть я могу использовать мой брейдинг сигма а, б. Я получаю б, а, с. Потом я могу использовать брейдинг b, сейчас, наверное, так, b, а и c. Тогда не получится некий другой изоморфизм в c, b, а, c, b, я хочу теперь получить а, да, c, b, а, я могу использовать ассоциатор, так, дальше я могу, например, брейдинг b, c и a, вот, и теперь мне достаточно использовать снова брейдинг identity, а, да, тут sigma ab tensor identity, да, tensor identity, то есть я в c ничего не делал, переставил только a и b, потом переставил b, а, я смотрю как один объект, tensor на c, а теперь я переставляю identity tensor на sigma внутри, c, b, да, я, а, сейчас, c, b, нет, сейчас, 1, 2, 3, 4, 5, а, правильно, это все недостаточно, мне нужно identity tensor на sigma, это будет c, где-то я, видимо, неправильно начал, скорее всего, sigma, тут, скорее всего, был ассоциатор, в общем, мы можем, на самом деле, потратить некоторое время, я могу восстановить правильно шестиугольник, я тут, скорее всего, тут надо было использовать ассоциатор, то есть там такая формула, sigma, который из брейдинг, то есть это будет наш 2к цикл, потом ассоциатор, который 3к цикл, потом опять sigma, а тут alpha, sigma, alpha, в общем, шестиугольник, он использует и брейдинг, и ассоциатор, вот, ассоциатор задается омегой, а sigma – это наш 2к цикл, и поэтому, если на однородных электронных пространствах, на градуировках записать уравнение шестиугольника, вы как раз получите вот это соотношение, про которое я говорил. Понятно. Это вот идея, то есть вы можете пойти взять книжку Касселя и найти уравнение шестиугольника, и вот я дал эти изоморфизмы для ассоциатора и для брейдинга. Да, собственно, вот для брейдинга и для ассоциатора изоморфизмы. И вот вставить их просто в районе шестиугольников, и вы получите уравнение между sigma и омегой. Я могу дать ссылку, если вы мне в чат пришлете свой e-mail, или, может быть, если вы мне напишите просто. Ага, хорошо. Сейчас. А вы можете сами в чат написать, мы все увидим. Написать что? Ссылку. А, ну, ссылку, да. Мне надо просто сейчас. В общем, есть книжка. Я могу, конечно, сбросить прямо книжку, наверное. Книжка есть по тендорным категориям, и там, конечно, это есть сейчас. Книжка Эйтингофа, книжка Паши Эйтингофа и еще троих людей. Сейчас. Попробую прям сбросить PDF в чат. Наверное, вот. Наверное, она, но для чего это она, да. Еще в ней должно быть. Если нет, то да, это полная версия, да, книжки. Видно ее в чате? Так, нет, я не вижу. Вот у меня видно, что она загрузилась. Там 3 мегабайта. А, сейчас. Это был не тот чат. Это был чат с Васей. Как бы мне ее бросить? А, вот. Everyone meeting. А, вот теперь вижу. Да, спасибо большое. Да, это, собственно, такая современная библия, что-то по тенджерным временам. А, что-то, а я не вижу, что-то не пришло. А, ну, может, еще, может, еще отправлено everyone. Отправлено всем. А, вот я даже нашел страницу, страница 221. Там, собственно, написано вот то, что я все рассказывал. Антон, вы получили ее? Нет, пока не пришло. А, вы видели мое сообщение? 221. Да, вот сообщение есть, а вот книжки нет. А. Ну, у меня все полубит. у нас кончалось, у нас вопрос от твоего. Ага. Ну, Антон, я вам написал адрес, вы можете мне написать туда, я вам тогда пришлю ПТФ-ку. Ага, хорошо, хорошо, это вам напишу. страница 221. Да, спасибо большое. спасибо большое за ответы на вопросы. Завтра 8, насколько я понимаю. Нет, 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 как вот вчера, то есть, в 16. Ну, в 16, я-то в Новосибирске, у нас-то это. А, ну, значит, у вас 8, а, у меня вообще в 14. Ну, ладно, всего доброго. Спасибо вам, спасибо за вопросы. Тогда заканчиваем. До свидания всем. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok